Последняя неделя прошла под некоторым знаком «Мы все Шарли Эбдо». Кто когда-нибудь видел карикатуры, которые публикуют этот, с позволения сказать, сатирический журнал, понимает, что если он вешает на себя ярлычок на тему того, что «Мы все Шарли Эбдо», то, видимо, он или слепоглухонемой идиот, или он действительно может быть какой-то порнограф низкого качества, потому что, к огромному сожалению, ни одного доброго слова по поводу продукции, которую производила эта бригада фриков, ну, вот есть такое слово, которое назначает абсолютно за пределами какого-то нормального общества стоящих людей, сказать нельзя. Значит ли это, что их нужно было расстреливать, в том числе из автоматов с подствольными гранатометами? Нет. Но закрывать такого рода хулиганские вещи, притворяющиеся средствами массовой информации, по суду ли, или по постановлению префекта, или почему угодно, безусловно, необходимо. Процентов НАСТА это были завербованные французскими спецслужбами, инфильтрованные в джихадистские ряды боевики, которые сломались, скорее всего, во время своей командировки в Сирию. И та же самая история, что с Мохаммедом Мира, который был агентом французских спецслужб, заехал в Афганистан, понял, что вот что же он делает, и уничтожать куратора, или отстреливать каких-нибудь евреев, или полицейских, или военнослужащих, это тогда святое. Эта стандартная вещь, она известна еще со времен царской охранки, и различных заброшенных в боевые организации эсеров осведомителей, которые перековывались, убивали своих кураторов. Но у французов это уж что-то слишком часто. Это не только у французов, но у американцев это сплошь и рядом было. И в Афганистане на военных базах, и в самой Америке, и братья Царнаевы, которые работали одновременно на управлении общей разведки Саудовской Аравии, на ЦРУ и на ФБР, а потом перековался человек в Дагестане. Надо отслеживать такие вещи. Если вы для получения информации забросили агентов, двое из этих орлов вели такой совершенно плейбойский образ жизни, нарушая все заповеди пророка, потом внезапно какой-то самочинный имам их вдруг обратил. И это и был как раз, скорее всего, момент, когда их забросили к исламистам, просто за вербовав. Потому что никаким иным способом вы не объясните, почему эти люди выезжали в Сирию и возвращались. Потом в Ирак возвращались. Один выехал в Йемен и вернулся после Сирии. И французские спецслужбы не обращали на них внимания. И призывы этих людей, конкретно этих людей арестовать, отвечали, «Но они же еще ничего не сделали». Так не бывает. Так бывает, если это ваш агент. Французы перестали держать профессиональную марку. Они перестали обращать внимание на то, как действует их агентура. Почему? Понятно. Люди, которые там работают, работают с уголовниками, а не с исламистами, не с террористами. Это разные сообщества. У них разная мотивация. Разные моменты психологических кунштюков и сломов на разном. Для этого надо, чтобы у вас в структурах работали профессионалы со страноведением, с религиеведческим образованием, с арабским, со знанием Корана и много чего другого. Где они у французов? Аля! Судя по тому, как были проведены таракты. Автоматы с подствольниками, пистолеты, гранатометы. Простите, спасибо, скажите, что гранат там не было, потому что так как был организован захват, там так перебили, такое количество там проредили этих правоохранителей французских. И вообще-то говоря, это означает, что люди ведь берут оружие на местном рынке, то есть во Франции существует мощнейший рынок современного вооружения. Можно предположить, что это современное вооружение потоком идет во Францию из Ливии, со складов Каддафи, за что большое-большое спасибо бывшего Каддафи Николаса Аркази, который ворвался в это все с арабской весной и ринулся демократизировать Ливию. А поскольку идет целый поток исламистов из Франции в Ливию и обратно, а поскольку идет целый поток джихадистов из Франции в Сирию и в Ирак и обратно, и Франция один из главных адвокатов гражданской войны в Сирии, в Европе, и один из главных организаторов обучения террористов на виду с Соединенными Штатами на базе Иордании, на базе Турции. Чего тут удивляться, что такое проходит? Совершенно идеальная ситуация с вторым терактом, захват заложников в кошерном магазине. Как известно, пятеро из погибших еврей. Господи, мусульмане и тем более арабы перебили какое-то количество евреев. Мало, скажет вам, любой человек в исламском мире. Любой. Нет человека в исламском мире из авторитетных муфтиев, который теракт относительно евреев осудит. Нету. Не бывает. Смотрите, что сказал президент Турции Реджеп Таип Ардаган, бывший премьер-министр, когда Нита Ниагу приехал во Францию. Он напомнил о жертвах войны в Газе, когда Хамас обстреливал тысячами ракет Израиль, подставлял мирное население, люди гибли, и он сказал, что это все жертвы израильского террора, а Нита Ниагу посмел поехать во Францию, потому что там видитель каких-то евреев убили. И, кстати говоря, ни один авторитетный муфти, ни один не осудит никогда теракт против средства массовой информации, публикующего такого рода карикатуры или, если угодно, такого рода похабень, просто потому, что его просто пристрелят. Я уж не говорю о том, что он перестанет быть авторитетным муфти. Все те слова, которые будут говорить, они достаточно бессмысленны. Здесь ситуация тоже понятна. Французские правоохранители провалили все. Посмотрите, как эти люди ушли из Парижа. Их же не в Париже отловили. В России это называется... В России здесь тысяч полицейских было задействовано. Ну, матушка, так это называется операция перехват у русских. В России. У русских там всех национальностей. Неважно, кто эти полицейские, чеченцы, у нас татары, русские, евреи или буряты. Операция перехват это азы. Тем более, когда у вас дело в столице. Да? Столице. И чего? В легкую. Ушли. Посмотрите на ситуацию, когда дама, участвовавшая в захвате заложников, просто исчезла в пределах Турции. Она же уехала из страны. И, кстати, мало кто заметил, что одновременно в тот момент был тарак в Турции, был взорван полицейский участок, смертница взорвала. Соответственно, есть некоторый намек к туркам по поводу их роли, их пассивной роли в гражданской войне в Сирии и Ираке. И так далее, и так далее, и так далее. В этой ситуации, ну, чего будет с Францией? Она звереет, она начнет защищать себя. Она будет избирать ультраправых политиков. Или ультраправых политиков, по сравнению с которыми Марин Ле Пен, или партия Йоббек в Венгрии, или неонацисты в Германии, или Герт Виллерс в Голландии будут европейскими либералами. А с другой стороны, существенная доля арабского населения, которое уже стало гражданами. Арамское население Франции говорит, мы вашу Францию исламизируем. Вы открыто, говорит, вы будете исламским государством. Это будет так. 10% населения у нас уже есть, а будет 20%, а будет больше, а в крупных городах, типа Марселя, уже более четверти населения. А вот вопрос, будет так или нет? Ну, была такая книга «Мечеть Парижской Богоматери». И есть Елена Кудинова. Только ведь, понимаете, Европа, либеральная Европа, такая столерантная Европа, это после двух мировых войн. Советско-американская оккупация этой самой Европы, геноцида цыган, Холокоста, ну, еще другого. Мудут ли эти люди вырезать любое количество мусульман? Да запросто. Будут ли они при этом убивать террористов? Да, конечно, нет им. Кто первый попадется, вот того они на самом деле ведь и начнут ликвидировать. Бьют-то кирпичом по голове или на вилы сажают соседа, если бы только соседа, а то его жену или его мать-старушку или его детей. Бомбу кидают просто в мечеть, неважно, это мечеть радикальная или мечеть, куда ходят нормальные люди. Они поджигают чего угодно, что связано с мусульманами. Точно так же, как, кстати говоря, машины, которые поджигали на Новый год в Париже, 900 машин сгорело, но это хулиганища арабская молодежь, это еще со времен Саркази, их почерк, причем каждый раз это такой фейерверк традиционный стал у кварталов бедноты в Париже, населенных бедерами, вторым, а то уже и третьим поколением выходцев из Магриба, вообще из арабского мира или из африканских колоний Франции, мусульман. Говорить здесь нет, террорист не имеет национальности и не имеет вероисповедания. Ну, говорить можно, но это чушь. Террорист имеет национальности и имеет вероисповедания. И в этой ситуации радикалы радикалами, а то, что мы наблюдаем сегодня, это исламский террор, хотя мы его называем сто тысяч раз исламистским. Это борьба за власть, за ресурсы, за влияние, за полный захват радикалами власти в исламском мире и в исламской диаспоре, а потом и вообще в Европе. Смотрите на Францию, 750 шариатской зоны. Около 5 миллионов из там, 6,5 семей, как минимум, миллионов населения Франции, исламского, живет в этих зонах. Полиция туда не показывается. Там царят свои законы, кстати, вполне этнические с точки зрения общины, то есть, скажем, у чеченцев, которых достаточно много радикальных чеченцев, выбитых с территории Чечни в ходе первой, второй чеченской кампании, часть которых воюет сегодня в Сирии, на Лазурном берегу, крупная община, около 20 тысяч человек, там одни законы. У сомалийцев другие, кстати, гораздо более жестокие. У арабов третьи, причем у арабов разных, разные. Тунисские, алжирские, марокканские арабы, чрезвычайно отличаются друг от друга. У курдов одну, у турок другой и так далее, и так далее, и так далее. Есть здесь всегда раскол по национальным линиям. Я уже не говорю о ситуации, при которой правоохранительные органы Франции в конечном счете вынуждены будут, иначе их просто будут выгонять, увольнять. Или они будут плохо кончать. Есть очень большое подозрение в том, что, помните, там полицейский начальник, который помер якобы от инфаркта или сердца не выдержал. Скорее всего, он и был их куратором, вот этих самых террористов, которых достали. Есть совершенно четкие и понятные критерии, отделяющие эротика от порнографии, искусство от похабщины. Они есть. И нечего здесь говорить о свободе слова и о цензуре, которую, видишь ли, такая подлая-подлая, она сейчас великое произведение искусства, вам вот сейчас заведует. Карикатура, которую я видел с вашей лёгкой подачи, Шарли Абдо, ну, я не знаю, подростки в фубертатном периоде такое могут в школе, даже не в школе, ну, в ПТУ каком-нибудь таком особенной, тяжёлом, где марихуана просто кругом растёт, а самокрутка с марихуаной вот покурил и пошёл вот примерно такое рисовать. Ну, да, наверное. Какое это искусство? Богема без искусства. Поэтому, да, наверняка должно быть. Это и есть то, что когда-то называлось фильмы до 16 лет. Не закрывать туманными кружочками по идиотским американским ханжеским методам пятую точку человека, как будто мы все не знаем, откуда растут у него ноги в совершенно невинных фильмах, или, упаси Господи, женский бюст. Как будто в Средневековье, когда рисовали Мадонну с младенцем, потому что тем более в Возрождении, нравы в церкви были куда как похабные, а вот теперь, конечно, вот именно в американском кинематографе и с подачей наших депутатов, целого ряда ушубленных на всю голову, в нашем тоже в эфире, оно будет просто так. Я помню, как там я смотрел порезанные варианты фильма с теляги, более невинного и замечательного фильма, придумать было нельзя. Ну вот страшно, развратит прям детей. А уж если курят, там волк изну, погоди, ху-у-у-у. Ну работает наркомафия, которая, как известно, стоит за борьбой с курением, легализуя при этом одновременно легкие наркотики как может и везде где может. Да надо, надо, надо. Продолжение следует...